Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники праздничной, торжественной встречи. День России – это очень важный повод собраться в этом зале и, конечно же, поприветствовать те коллективы, тех людей, которые стоят самодержимым трудом, ежедневным трудом, а порой и героизмом, формируют и поддерживают тот фундамент нашей огромной страны, чтобы мы вместе могли с вами погордиться нашими коллективами, нашими жителями. Время от времени история подбрасывает нам серьезные испытания в нашей стране, как внутренние проблемы, так и внешние угрозы. Сегодня немного стихло, благодаря огромным усилиям наших медицинских работников, угроза распространения коронавирусной инфекции. Сегодня наша страна вместе, мы противостоим серьезным испытаниям, и наши защитники достойно отставят интересы нашей Родины специальной военной операции на Украине. Буквально недавно, в начале мая, штормовый ураган и ветер, жара, которая буквально угрожала селам и городам Красноярского края, но благодаря слаженной работе предприятий, учреждений, организаций, простых жителей удалось отстоять и спасти город от большой беды. Мы сегодня будем чествовать и выражать благодарность нашим мужественным ребятам, которые служат в наших пожарных частях. У нас очень много проблем и задач внутри города. Серьезные задачи стоят по продолжению благоустройства, и, конечно же, надо очень бережно относиться к новым проектам, которые мы реализуем, прежде всего для того, чтобы сохранить то доброе, яркое, которое было заложено нашими ветеранами. Мы серьезные задачи ставим по ремонту и капитальному строительству наших автомобильных дорог. И очень важно, чтобы первые шаги уже сделаны, буквально со дня дядя эти работы уже масштабно будут реализованы. И когда обозначаешь все эти задачи, очень важно подчеркнуть, что это, прежде всего, требует очень слаженной командной работы. У нас это получается. Мы чувствуем поддержку губернатора Красноярского края Александра Викторовича Туса. Я уверен, что многолетняя, трехлетняя программа по ремонту наших автомобильных дорог, она продолжится.